Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и гость нашей студии сегодня Татьяна Пауль, министр экономики Хакаси. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Для человека, не специалиста в области экономики, вообще понять какие-то процессы, большие процессы глобальные, достаточно сложно. В последнее время очень много говорят о инвестиционной привлекательности нашей республики. Действительно это так? Вот расскажите об этом подробнее. На сегодняшний день развитие экономики у нас определяется за счет промышленного производства. По итогам января-октября 2016 года по индексу промышленного производства мы занимаем второе место по Сибирскому федеральному округу и восьмое место по России. Составляет он 110,2%. Поэтому, соответственно, и инвестиционная привлекательность в первую очередь это за счет промышленности. На сегодняшний день, с учетом того, что нам передали полномочия по промышленности, мы подготовили концепцию развития промышленного потенциала Республики Хакаси до 2030 года, где определили основные приоритетные проекты по развитию нашей территории. Общий объем инвестиций, который планируется, это 270 миллиардов рублей и создание 8,5 тысяч рабочих мест. Это, конечно, амбициозные планы, но мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы их реализовать. В первую очередь, это такие проекты, как строительство ХАС-2, это строительство завода по электролитическому металлическому марганцу, это модернизация производства абаканского рудника, приоритетного проекта на сегодняшний день. Это развитие обейского угольного кластера, это создание транспорта логистического центра на базе Абакан-Вагон-Маша и другие интересные проекты. В первую очередь, республика имеет очень интересные преимущества. Это и промышленный потенциал, это и ресурсная база, это и энергообеспеченность и другие, за счет чего наши конкурентные преимущества по сравнению с другими субъектами наиболее перспективны для привлечения сюда инвестиций. Поэтому мы стараемся с нашим инвестором проводить особую работу со всеми индивидуально, в том числе и рассматриваем вопросы по выделению каких-то преференций, в том числе по налогам муниципального и регионального значения. Одна из тем, которую затронул в своем обращении глава Хакасии, это Абакана-Черногорская агломерация. Она работает, она действует. Расскажите, как сегодня там стоят дела и когда мы наконец-то увидим реальные результаты? Абакана-Черногорская агломерация – это комплексный муниципальный проект, который включает в себя четыре муниципальных образования нашей республики. Это Черногорск, Абакан, Усть-Абакан и Алтайский район. На сегодняшний день, если по площади смотреть все республики, это 2,4%, но он аккумулирует более 55% всего населения нашей республики. Естественно, когда создавалась Абакана-Черногорская агломерация, в ней были выделены несколько направлений. Это создание транспортно-логистического центра, промышленного кластера, сельскохозяйственного кластера. И если посмотреть по направлениям, то сегодня создан промышленный парк Черногорский, который обеспечен всей инженерной инфраструктурой, куда в принципе может зайти любой инвестор и реализовать свой проект. Это сейчас в стадии проработки находится Алтайский агропарк, который тоже мы планируем реализовать. Это за счет Абакана-Черногорской агломерации получилось привлечь средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта. То есть вот эти все направления позволили реализовать нам с помощью Абакана-Черногорской агломерации. В первую очередь для привлечения инвестиций. И в том числе нам проще заходить в федеральные органы власти и привлекать деньги. То есть мы им показываем, что мы можем развивать комплексно нашу территорию, и мы можем конкурировать с большими крупными городами Сибирского федерального округа. И в том числе это большой плюс сыграло при переводе земель из федеральной собственности в республиканскую собственность. Потому что федеральные структуры, когда рассматривают этот вопрос, они смотрят, входят ли эти земли в какой-то комплексный план, в какую-то программу. И они в первоочередном порядке рассматривают такие проекты, нежели это был бы просто какой-то муниципальный проект и не имел под собой какого-то стратегического значения. Ну а для бизнеса, который развивается в рамках этой агломерации, для него какие-то преференции есть? Для бизнеса, ну вот если рассматривать промышленный парк, то естественно там вся инфраструктура подведена за счет федеральных средств. То есть там на период строительства они полностью освобождают от аренды за землю. То есть и также другие, естественно, рассматриваются преференции по налогам, как я уже говорила, муниципального и регионального значения. То есть достаточно выгодно. Да, да. Еще один вопрос, вообще вопрос малого бизнеса и среднего бизнеса. Как у нас с предпринимательством встать дела? Конечно, предприниматели, которые относятся к малому и среднему бизнесу, у нас могут получить поддержку за счет нашей региональной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, где сосредоточены необходимые средства, в том числе мы привлекаем средства федерального бюджета. Если в этом году у нас предусмотрено 60 миллионов, в том числе 44 миллиона мы смогли привлечь из федерального бюджета. Мы, данные деньги уже все распределены, 22 миллиона ушли у нас на муниципальные программы, и остальные средства ушли именно на прямую поддержку субъектов бизнеса. Это и субсидии за приобретенное оборудование, это и субсидии за приобретение в лизинг какого-то оборудования, это и гранты на начало бизнеса, это компенсация затрат при участии в выставочной и ярмарочной деятельности, тоже у нас очень актуальное и приоритетное направление, и ряд других мероприятий. Кроме того, мы сейчас рассматриваем возможность, куда субъекты бизнеса могут войти, тоже с хорошим преференцией по созданию в монотерритории, территории, прижавшейся социально-экономического развития. Вот у нас сейчас пилотный проект, это Абаза. Мы как раз сейчас в Москве проходим наши проектные команды обучения, разрабатываем программу по диверсификации экономики в Абазе, и в том числе она направлена на создание нового малого и среднего бизнеса, который мы также в приоритетном порядке будем поддерживать и в рамках программы по ТСР, и в рамках программы по малому и среднему предпринимательству. Хочется отметить, что с учетом бюджета федерального уровня, финансирование программы снижено практически в два раза, то есть если было 11 миллиардов, то сейчас у нас до 5 миллиардов снизили федеральную помощь, и они определили другие направления развития, это они будут больше помогать инфраструктуре, которая в свою очередь будет оказывать какую-то консультационную, информационную поддержку для субъектов бизнеса, то есть они отменяют все прямые субсидии для субъектов бизнеса, но мы в своей программе эти мероприятия оставляем, потому что мы видим, насколько это поддержка бизнесу, насколько это приоритетно и насколько это значимо для них. Потенциал республики – это ее люди, в частности молодежь, на это недавно опять-таки обратил внимание глава республики. Вот расскажите, какие программы у нас на сегодня действуют в рамках поддержки молодежи? Молодежь Хакасии – это любимое направление нашего министерства и всей республики. Виктор Михайлович действительно в своем обращении сказал, что 2017 год будет в республике годом молодежи, и мы примем все необходимые меры для того, чтобы этот год был очень интересным, очень познавательным и очень продуктивным. На сегодняшний день у нас в республике действует программа «Молодежь Хакасии». В рамках этой программы мы проводим ряд мероприятий. Это и Международный форум «Новая теплая Сибирь», куда приезжают со всей России, в том числе с других стран молодежь, и они несколько дней живут в палаточном городке и обучаются. Очень интересные мероприятия. В том числе мы работаем по программе по выделению земельных участков. Это единственная… У нас на сегодняшний день республика – это единственный субъект, который бесплатно выделяет земли молодежи. Там 7 категорий, в которых могут поучаствовать молодые люди. И на сегодняшний день мы также прорабатываем вопрос, чтобы мы не просто выделяли земельные участки, но чтобы мы обеспечивали их какой-то инженерной инфраструктурой. Это вода, тепло, снабжение, чтобы молодежь, когда уже приобретала эти земельные участки, они могли там строить свое жилье и быть обеспечены комфортом. Чтобы это не в полом поле было. Да, да, чтобы было это все комфортно, с необходимыми условиями. То есть этот вопрос мы тоже прорабатываем. Кроме того, мы уже ведем работу по подготовке программы на 2017 год, и в конце года мы у Виктора Михайловича будем ее защищать. То есть по всем тем направлениям, которые мы будем реализовать в 2017 году. Мероприятий очень много. В этом году мы приняли программу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. То есть это тоже очень актуальное направление. Молодежь должна знать свою историю. И очень перспективное направление. У нас очень развито в республике волонтерство. И за это молодежи огромное спасибо. Мы видим, как они с таким рвением хотят помогать, хотят участвовать в каких-то интересных проектах. И мы видим, что наша молодежь развивается. Насколько она креативна, насколько она перспективна, насколько она не стоит на месте. И большое им за это спасибо. Еще одна программа, которая уже несколько лет работает на территории Хакасии. Уникальная программа, на которую обратила внимание вся страна, между прочим, как говорят. Это программа поддержки малых и отдаленных сел. Расскажите, как она работает у нас? Что в этом году было? У нас на сегодняшний день 104 села, которые закреплены за всеми органами исполнительной власти. В среднем где-то от двух до пяти сел закреплено за каждым министерством и ведомством. Плюс к этому федеральные структуры подключились, шесть федеральных структур. И в этом году большие молодцы, администрация Абакана и Черногорска, они тоже взяли себе села. Работа проводится очень большая, очень востребована как органами власти, которые проводят там и субботники, которые проводят сходы граждан, проводят какие-то праздничные мероприятия, так и в рамках нашей программы. Это и обеспеченность электроснабжением сел, это и благоустройство территории, это и строительство детских площадок, спортивных комплексов. То есть это все в рамках программ. Плюс к этому все жители сел, которые держат поголовье, они получают хорошую поддержку и за корову, и за овцу, и за лошадь. То есть это тоже большое, хорошее подспорье для жителей сел. Тем самым мы стараемся, чтобы наши села жили, процветали, чтобы население оттуда не уезжало в крупные города, а в перспективе развивались. А как предполагается, будете делиться опытом? Ну, опыт у нас хороший, и некоторые субъекты уже даже к нам обращаются, звонят, спрашивают, просят, чтобы мы им рассказали, как мы распределяем эти деньги, как мы смотрим на малые села. Но в первую очередь хочется сказать, что мы прислушиваемся к нашему населению. То есть мы не просто даем деньги на какие-то мероприятия, которые необходимы, а мы в первую очередь спрашиваем у населения, что им необходимо. То есть необходимо ли им водоснабжение, необходимо ли им свет, или им в первую очередь необходима детская площадка. То есть это в первую очередь мы слушаем население. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Татьяна Пауль, министр экономики Хакасии. Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся.